Всем привет, это Бостон. В последнем обновлении Мунтоны немного изменили критерии подбора соперников. Теперь немаловажную роль играет то, на какую медаль ты идешь. И соответственно, чем чаще ты берешь MVP и золото, тем больше раков тебе будет подсовывать игра в следующий раз. И соответственно, тем тяжелее тебе будет играть. И что с этим теперь делать? Как тащить и не брать хорошие медали? Все достаточно просто. Одна из самых эффективных стратегий на данный момент, это стратегия в соло пуш. Суть стратегии в том, чтобы не ганкать врагов, а вместо этого как можно больше забирать объекты на карте. То есть башни, черепах и лордов. Это не значит, что мы не должны при этом сражаться с вражескими героями. Нет, мы участвуем в тимфайтах и можем ганкать врагов. Но в приоритете у нас все же уничтожение башен. Я думаю, что для тебя не секрет, что победа в матче во многом зависит не от киллов, а от уничтоженных башен и трона. Выносить вышки выгодно по нескольким причинам. Во-первых, за каждую уничтоженную башню голду получит вся команда. Причем, чем ближе башня к базе врага, тем больше голды вы получите. Но это еще не все. С пропушенными башнями твоя команда получает тактическое преимущество на карте, так как враг в случае чего уже не сможет отступить под башню и получить от нее защиту. Поэтому враги начинают играть более сейфово и не отходят сильно от базы, опасаясь ганка. И соответственно вам можно будет более безопасно забирать вражеские бафы и черепах с лордами. Давай теперь разберемся, какие герои сейчас лучше всего пушат. И начнем с классики. Маша пушит башни с 2019 года. Эксперт пуша С-класса. У нее высокая скорость передвижения и уничтожение вышек. Также после того, как у нее снимается полоска хп, она сбрасывает негативные эффекты. Поэтому ее достаточно сложно поймать или ганкнуть. Еще один герой, который подходит под эту стратегию, это Аргус. У него есть какой-никакой эскип, неплохая пассивка с дополнительным уроном и конечно же ульта, с которой можно добивать башню или трон даже без скрипов, потому что он становится бессмертным. Зелонг тоже прекрасно справляется с задачей пуша. В основном за счет ультимейта. Кстати, ультимейт также прекрасно подходит для отступления. Еще из бойцов неплохо пушит Чу. Он достаточно маневренный и с хорошим уроном по башням. Из стрелков лучше всего для этой стратегии подходит, конечно же, Мия. Так как у нее и пассивка на урон, и если что, может уйти от ганка, используя свой ультимейт. А также по поле купа, так как он быстро пушит благодаря своему волку. От ганка он может защититься ловушками. В принципе все стрелки хорошо пушат, но на мой взгляд эти два подойдут лучше всего для пуш-стратегии. Ну а теперь рассмотрим конкретные моменты из игры с этой стратегией. Итак, тут у нас Маша со счетом 1-5-2. Использует прибытие и бежит на Ланселота. Дело в том, что Ланселот только что спустил все свои скиллы на хуфру, поэтому она не боится его убивать. Также под раздачу попадает Атлас. Атласа мы тоже добиваем. В этом помогает Аргус. И идем куда? Правильно! Стоит нетронутый лорд. Нужно забирать его. Но тут проблема в чем? Игра идет на мифики, и вражеская селена спалила Машу, то что она идет в сторону лорда. Поэтому убить лордах здесь, к сожалению, не получится, и Маше нужно сейчас отходить. Была бы игра на грандмассере или эпике. Маша бы лорда забрала без особых проблем. А тут ей, к сожалению, помешали, и красная команда сейчас сама его заберет. Лорд пошел по верхней линии, и Маша телепортируется как раз к нему. У нее очень высокая скорость атаки и хороший урон с первого скилла, поэтому забирает она его супер быстро. Кстати, в это же время Аргус пушит нижнюю линию. А по сборке у Маши говорящий с ветром, коса коррозии, это все предметы на скорость атаки, и золотой метеор был собран ради щита и против вселенной. Кстати, вот о чем я говорил. Маша не зацикливается на пуши, а также убивает врагов. Но пуш все же в приоритете. Поэтому ничего не боимся и продолжаем пушить линию и давить башню. Даже несмотря, что здесь стоит селена, крипы, подошли все вражеские герои, добиваем башню. Ничего страшного, что нас убили. Главное, башня уничтожена. Вот идет замес на миду. Все друг друга бьют. У нас минус хофра, у них минус броуди, минус халид. Мы воскрешаемся, и что мы делаем? Правильно, телепортируемся к крипам наверх. Пушим линию. Здесь есть селена, но селена нам не так страшна. Мы в нее прыгаем ультой, к ней же подпрыгивает линк и убивает ее. И тут нужно уничтожать башню. Бьем, 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 бьем башню. Тут воскресился ланселот, и он добивает всех крипов. И чуть-чуть крипам не хватило, чтобы добить башню, но это не проблема. Можно к ней подбежать и добить самому. А вот здесь, кстати, еще одна лоу хпшная башня. Ее добивает Чане. Чане из тех героев, которые также хорошо уничтожают башни. А Маша, пока есть такая возможность, убивает миньонов на линии. Это позволит линии быстрее пушиться. И совсем немного спустя. Вот она уже пушит нижнюю линию, пока происходит тимфайт на меду. Потому что пока они там будут драться, все враги будут отвлечены на файт. В это время можно пропушить и башню, и трон. Даже если союзники проиграют тимфайт, башня уже пропушена, а тут недалеко и до трона. И только тележка подходит к трону, Маша сразу начинает его бить. Тут, конечно, у нее заагрелся ланселот, тележку убили, и вместе с этим убили Машу. Но пока вражеская тима была занята тем, что защищала базу, Аргус забрал лорда. Лорд пошел по центральной линии. Намечается файт. И Маша телепортируется прямо в центр битвы. Не фокусит врагов, а фокусит вражеский трон. Ее убивает, но здесь же есть Аргус с бессмертием, который с легкостью, под неуязвимостью, добивает главное здание врага. И это победа. Две новичков, которые не знают, как бить башню, заходим в настройки, управление и выбираем продвинутый режим управления. После этого у нас появляется отдельная кнопка атаки по башням. Нажимаем на нее и атакуем башню. Примерно такой же тактики можно придерживаться и на Зелонге. А только на нем можно чуть чаще подключаться к тимфайтам. И после этого мы не идем в лес Крипица, а идем уничтожать башни. Подрубаем ульту, чтобы больше урона наносить и выносим башню. ХП у нее улетает за секунды. Тут подошел Хеллкарт, но в принципе-то мы и его можем забрать, почему нет? Крылья королевы собраны, урона нам наноситься под ними будет очень мало. Опять же подходим к башне, где лорд, врубаем ульту и ее очень быстро сносим. А если тимфайт проходит близко от башни, то лучше к нему присоединиться, а не пушить соседнюю. На мой взгляд, сейчас это одна из самых действенных и эффективных стратегий для поднятия соло ранга. Да, огромного количества киллов у тебя не будет, зато будет хороший винрейт и победа команды. Главное применять эту стратегию с умом. И кстати, еще один плюс всех перечисленных героев, то что они очень хорошие дуэлянты и всегда можно убить кого-то одного, кто защищает башню, а после этого ее пропушить. Надеюсь, эта стратегия тебе зайдет. Ну а теперь розыгрыш. Разыгрываю два любых скина на любого героя. Главное, чтобы этот скин сейчас был в продаже. Для участия в розыгрыше нужно быть подписанным на наш канал, открыть свои подписки в ютубе, написать комментарий, в котором указать свой внутриигровой идей и какой скин на какого персонажа хочешь получить. Важно, чтобы на этом герое у тебя было от 50 игр. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok